Встреча в Доме культуры «Октябрь», которую депутат Тюменской областной думы Инна Лосева провела совместно с главой Виктором Таненковым, была посвящена итогам уходящего года. Он стал для города юбилейным. Покачи отметили 30-летие, и значимых событий произошло множество. Вместо старого арочника появился новый спорткомплекс «Сибиряк». Ремонтируются дворы, реконструирована библиотека, продлена лыжероллерная трасса, введён в эксплуатацию новый сквер. Причём тут решили предусмотреть развлечения не только для детей. Мы устанавливаем дополнительные элементы, называемые перголы. То есть это качели для взрослых. Такие большие-большие качели. Жители обращались, что детский качель настроили, а большие взрослые дети катаются и ломают детское оборудование. Выступая перед работниками учреждений культуры, Инна Лосева подчеркнула, что Хантамансийский автономный округ – один из самых привлекательных для жизни в стране. Например, он находится на 12-м месте по строительству и вводу жилья, хотя делать это в суровом климате гораздо сложнее, чем во многих других регионах. Несмотря на нехватку врачей, отмечаются успехи в медицине. Бесплатно проводятся высокотехнологичные операции. И даже появилось такое понятие, как медицинский туризм. Ни в одном регионе не делается столько бесплатных операций по замене сустава. Операции на сердце, когда стенты ставят. Операции дальше по услугам гемодиализа. У нас, считайте, почти в каждом муниципалитете сейчас открываются гемодиализные центры. Если раньше на весь Хантамансийск у нас было только три гемодиализных центра. На встрече говорили также о строительстве новых трасс, доступности дополнительного образования, инвестиционной привлекательности округа.